Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. У меня за последние пару недель появилось очень много каких-то покупок. Хочу вам сегодня все показать. Покупки интересные, то есть это не только косметика. Также я купила новый классный пылесос Dyson, вы, наверное, о нем слышали. У меня также появились новые сумочки. Я сейчас обустраиваю свой задний дворик около бассейна. Хочется новые подушки декоративные купить, все обновить. Хочется к лету, чтобы все было ярко, красиво. Поэтому я вам покажу, что я смотрела в магазинах. Также покажу расческу для мокрых волос, только в маленьком размере. В общем, я так и подумала, что почему бы не сделать такое видео. Покупки вообще просто любого характера, поэтому продолжайте смотреть. Я думаю, каждому что-то понравится. Ну и поехали! Так, ну из косметики у меня немного, поэтому сейчас пройдусь по каждому продукту. Давайте начнем вот с такой палетки. Она мне понравилась тем, что здесь очень маленький размер, то есть прямо и написано, что она мини. А цвета? Цвета шикарные. Они на самом деле не такие блестящие, как вы видите. То есть подойдет даже для дневного макияжа. Это цвета мои. У меня карие глаза, но я думаю, под голубые тоже подойдет. Так, давайте откроем. Вот, посмотрите, какие шикарные цвета. Я и уже попользовалась сегодня в первый раз. Хорошая пигментация. Ну и идеально для полного макияжа, я считаю. Ну и размер у нее отличный, потому что всегда хочется покупать какие-то новинки. И вот такая маленькая палеточка, я считаю, сама то. В общем, всем рекомендую, кто любит такие, знаете, шиммерные цвета. И для дневного подойдет макияж, и для вечернего. Просто супер. Так, дальше у меня закончилась подводка, поэтому решила купить от NYX. Первый раз я пользуюсь такой подводкой, и она меня очень порадовала. А порадовал он меня тем, что здесь очень тоненькая кисточка, и можно легко нарисовать стрелки любого размера. То есть, таким карандашом под водкой вы точно сможете нарисовать хорошие красивые стрелки. Поэтому NYX очень рекомендую. Так, дальше расческа для мокрых волос. Это мини-версия. Называется Wet Brush. У меня в обычном размере она есть. Я решила купить маленькую, положить либо в сумочку, либо в машину. Путешествие тоже очень классно. Ну, она такая малышка прям. Я думаю, вот, особенно в машину будет очень удобно. Очень рекомендую. Даже она лучше, чем Tangle Teaser. Вот. Дальше я решила попробовать новую шампуньку. Она французского производства. Я, кстати, о волосах буду записывать отдельное видео. Почему я ее купила? Она бессульфатная. Я сейчас тестиру бессульфатные шампуни какие-то новые, которые я еще не пробовала. Я уже один раз ей воспользовалась. Шампунька мне понравилась. Она для окрашенных, либо милированных волос. Но буду еще пробовать другие, чтобы точно понять. И когда я шла в магазин уже оплачивать свои покупки, я вот для мамы купила... Посмотрите, это, короче, как сухой шампунь, только с цветом. У кого седые волосы, вот можно попырскать, и седина ушла. Ну, естественно, для следующего мытья. То есть это удобно, если у вас корни, например, седые, и вы их не покрасили вовремя, а вам нужно куда-то идти. Моя мама была в восторге, когда я показала ей видео этого продукта. Поэтому мама обрадуется. Ну и очередной крем для рук тоже положу себе в сумочку. Naked Bee, натуральная марка. Так, и у меня новых три сумочки. Сейчас я вам покажу. Эту вы видели в прошлом влоге, Кельвин Кляйн. Опять же, размер супер, цвет мне очень понравился. Она шла вот с такой маленькой сумочкой. Эта маленькая сумочка на самом деле не такая маленькая. Сюда влазит телефон, и они даже сделали тут кармашек. Представляете? Я с ней буду, например, ходить в какой-то ресторан, когда не хочется ничего брать. Очень удобно. Положил телефон, карточку, и пошел. Поэтому я в восторге. Это просто на каждый день вот эти две. Супер. Так, дальше уже побольше сумка от Kate Spade. Очень популярная у нас марка, бренд, точнее. Она побольше. Ну, она в таком, знаете, городском стиле. Я уже буду ее поменьше использовать. Но для путешествий мне всегда нужна сумка побольше. Цвет такой приятный, знаете. Так, ну и внутри здесь очень много места. Кармашки. В общем, я этой сумкой довольна. Очень красиво. Тут, кстати, к ней идет длинный ремешок. Вот, поэтому вот такая покупка. И я себе купила огромную пляжную сумку. Она мне понравилась по цвету, по стилю. Она очень большая. Тут у нас кармашек. Тут еще один. Но она огромная. Сюда можно и полотенце, и что угодно вложить. Вот. Так, дальше купила себе пару маечек. Чисто, знаете, на лето. Сейчас в моде неоновый цвет. Но на камере, кстати, он выглядит бледно. А на самом деле эта майка очень-очень ярко зеленого цвета. Такого неонового. Ну, майка с таким заклепом под джинсики. Будет классно. Купила, знаете, на один сезон. Все-таки, я думаю, неон скоро выйдет уже из моды. Так, ну и вот такие два мини-топика. Один у нас с полосочкой. Он очень классно смотрится. И второй. Не удержалась. Купила он с кока-колой. Божечки, на теле он смотрится шикарно. С джинсовыми шортиками. Прямо по-американски. Очень понравилось. Так что буду такие интересные маечки летом этим носить. Ребятки, посмотрите, что мне пришло. В общем, это пылесос Dyson. Это самый популярный и лучший пылесос в Америке. Он самый лучший, потому что он очень-очень мощный. То есть он всасывает просто все. Я купила электрический без провода. Он, кстати, на стене крепится. Сейчас покажу. Так, вот, смотрите. Вот на стену можно закрепить для удобства. И отсоединить будет маленький пылесос. Это уже для столешницы. Крошки, чтобы убирать. То есть им убирать можно, в принципе, все. Он очень мощный и удобно то, что нет шнура. Вообще супер. Сейчас открою. Покажу вам. Ну что, хочу показать вам части. Смотрите, вот основная часть у нас. Так, это вот для столов. Для поверхностей разных. Так, вот это крепление на стену, где он будет висеть. Очень удобно. Так, вот еще одна часть. Кстати, тут есть несколько. Есть такая поменьше. И есть такие малышки. Интересно. Вот не люблю, конечно, разбираться с новой техникой, но что и поделать. Ну и вот палка. Так, что-то палка, я так понимаю, она длиннее будет. Сейчас посмотрю. В общем, вот так. Ребят, посмотрите, как я его быстро сложила. То есть мне заняло это секунд 30. Я вообще в шоке. Очень все быстро вставляется. Все понятно. Ну, я так поняла, вот эти насадки, это уже второстепенные. Если будет нужно, поменьше. Какие-то углы. Ну, мне пока такая подойдет. Сейчас я спробую на поверхности. Ну, а вот мой старый электрический пылесос. Он, конечно, уже в мусорку пойдет. Но он хороший, конечно. Очень удобный, электрический. То есть, вот его батарею нужно заряжать. Но, знаете, он не мощный. Поэтому я его выкину просто потому, что он недостаточно мощный для меня. И вот пылесос уже приделан к стене. Посмотрите, как классно. Он просто, получается, висит. Очень удобно его брать. Он включен в сеть. Он заряжается. И когда вам нужно, вы просто... Так, сейчас вам покажу. Сбоку. Вы его поднимаете вверх. И потом в сторону. И также назад. Сначала вверх. Потом вниз. Вот. Все легко. Так, что у нас еще здесь? Смотрите, как интересно. Я об этом не знала. Это моя домработница сделала. Оказывается, насадки можно хранить прямо здесь. То есть, насадку использовали. И назад. Очень удобно. И вот еще одна насадка. Но тут только две насадки помещаются. У меня еще две есть в шкафчике. Ну и сама мощность пылесоса шикарная. Он всасывает все крошки. В общем, Дастин все-таки, да, лучший пылесос. Его в Америке очень все любят. Он дорогой, сразу говорю. Но он того стоит. И вот вторая версия с другой насадкой. Уже короткой. Я ее отсюда прямо взяла. Ну это для того, чтобы убирать крошки со стола. Очень удобно. Вот такой у него звук. В общем, я довольна. И вот хочу показать свой робот-пылесос. Я им сейчас не пользуюсь. Я его отдам сестре. Его зовут Боб. Ну, пылесос классный. Тут очень много всяких режимов. Он заряжается сам. Но у меня с ним не сложилось отношений. Потому что за ним нужно следить. То есть я думала, что если робот-пылесос, можно просто его поставить, включить. И не нужно о нем думать. А он у меня постоянно застревает где-то. Что-то с ним происходит. В общем, он как ребенок. За ним нужно просто следить постоянно. Я решила, что для меня лучший вариант это все-таки электрический пылесос. А вот еще один мой ручной пылесос. Он у меня, наверное, сегодня пойдет мусорное ведро. Потому что вот эта вот часть постоянно отскакивает. То есть он очень мощный, он очень классный. Но, видите, что-то тут не доработали. Очень жалко. Он очень удобный. Вот так вот берешь и крошки все убираешь. Поэтому что-то с ним не так. И вот я приехала в магазин товаров для дома. Мне нужно выбрать несколько декоративных подушек. Хочется чего-то, знаете, яркого, но в то же время очень стильного. Здесь было очень много выбора. Тут также есть полотенчики для бассейна, для моря. Такие тоже веселые. Мне полоска очень понравилась. Тут есть черная, желтая, голубые оттенки, зеленые. Также были еще и желтые, коралловые. В общем, кажется, что цветов много, выбор есть. Но на самом деле я так и не смогла выбрать то, что подошло мне. Поэтому пришлось покупать онлайн. Кстати, вот эта подушка мне очень понравилась. Поэтому я решила ее взять. Посмотрите, я выбираю подушечки онлайн. Я на самом деле рада, что ее не купила в магазине, потому что здесь можно купить 4 подушки. И идет такая гамма, прям композиция. Я вбила фламинго. Вот мне вот такая композиция понравилась. Так, вот такая очень понравилась. Здесь только одно фламинго, а остальные, видите, с цветами. Ну, в общем, хорошие композиции. Но мне нужно 4, поэтому я буду выбирать сразу. 4, так, что еще? Вот фламинго. Это уже, конечно, перебор, чтобы 4 подушки были с фламинго. Но хотя бы вот, чтобы одна. Смотрите, какая красота. В общем, выбора, слава богу, много. Еще понравилась очень вот такая с ананасами. Но все-таки, наверное, я выберу фламинго. Ребят, я пока остановилась вот на этом. Мне самое большее понравилось, потому что здесь и фламинго, и ананасы есть. Очень красивые подушечки. Стоят вообще копейки. 17, ну, 18 долларов за 4 подушки. Это очень хорошая цена, кстати. А мы всегда заказываем с сайта Amazon. Вот.